РСО Настрой бодрый, ребята заряжены на работу, верят, будущее в их руках. И отмечают, в студотряды идут не только за трудоустройством, но и за новыми знакомствами. Ведь в РСО главная дружная команда. В Тамбове я впервые увидела очень масштабную успех. Была очень удивлена. И очень было приятно поучаствовать в ней. Даже бета-значок есть. А вот кто из них самый смышлен и креативный и трудолюбивый решали на конкурсе мисс и мистер студенческих отрядов Курской области. Показывали яркие номера, проходили интеллектуальные испытания. Назови столицу Бразилии. Бразилия. Абсолютно верно. На юбилейный слет пришел и замгубернатора Курской области Виктор Карамышев. Он рассказал, когда-то и сам был командиром студотряда. Передал молодежи привет от поколения 80-х. Вот я после строя отряда могу работать каменщиком, класть кладку, могу штукатурить. Доводилось работать и на бульдозере, и на экскаваторе, варить сваркой. Многое чего я освоил, будучи бойцом и командиром студенческого строительного отряда. Сейчас курские студотряды развиваются в шести направлениях. Это, например, сельскохозяйственная и сервисная. Есть студенты-медики, педагоги, строители и проводники. Руководитель регионального штаба РСО Екатерина Некрасова делится. Работодатели открыты к сотрудничеству с молодежным движением. Ребята охотно забирают на практику. Вожатые традиционно поедут у нас на Черноморское побережье работать с вожатыми. Проводники сложно определить локацию по всем городам нашей страны. Строительные отряды у нас традиционно работают на Курчатовской АЭС, но в этом году ребята впервые поедут на всероссийский еще проект, который пройдет в Санкт-Петербурге. Всего в Курской области 20 отрядов, в которые входит более 350 студентов. Сейчас ребята активно готовятся к выезду на свой трудовой семестр. Екатерина Комарецких, Анастасия Черкова, События дня.